Сегодня в программе «Ханука» — это чудо для Израиля и для вас. Это очень важный выпуск. Оставайтесь с нами, и Бог будет зажигать ваши сердца. Я люблю вас во имя Иешуа. Шалом! Благовестие Израилю и всему миру. Ханука, о Ханука, приди и зажги минору. Дорогая, ты готова к приходу Хануки? Я готова, готова. Я в восторге. Я люблю Хануку. Она в то же время, что и Рождество для меня — это зажигание свечей и призыв Иешуа и его духа в наш дом. Я очень это люблю. Очень. Да, действительно, это красиво. Это время, когда мы намеренно фокусируемся на Божьей благости, Его духе и победе, которую Он дал своему народу. Мы можем изменить атмосферу нашего жилища, если сфокусируемся на Боге. И будем использовать церемонию и литургию как точку контакта с Ним, с нашим Творцом. Да, да. Именно поэтому Господь и хочет, чтобы мы отмечали Его праздники. Он хочет, чтобы отмечали для себя те моменты и напоминали себе, что Он живой. Он взаимодействует со Своими детьми, и Он с нами прямо здесь на земле. Эти моменты должны напоминать нам, когда мы движемся через тьму этого мира, что Он с нами, и так будет всегда. Знаешь, дорогая, некоторые из наших телезрителей слушают нас сейчас и думают, что никогда не воспринимали Хануко именно так. Они думали, что Хануко — это еврейский праздник. Это так, но сегодня мы будем учить о том, что в Писании Хануко упоминается только в Новом Завете. Она не упоминается в Ветхом Завете. Поэтому мы сегодня расскажем нашим зрителям, как они могут получить благословение от Хануки, даже не будучи евреями. Дорогая, помолись, пожалуйста, за наших зрителей, чтобы они получили божественное просветление, когда мы будем праздновать Хануку сегодня, или, как мы говорим, праздник Света. «Приди к нам, Свет Иешуа, приди и освети путь, приди и наполни наши дома». Прямо сейчас Свет Иешуа проникает туда, где вы находитесь. Божиих вам благословений, с вами Равин Кеордж Шнайдер. Добро пожаловать на особенный выпуск программы «Узнавая еврейского Иисуса». Я назвал сегодняшний выпуск «Ханука. Чудо для Израиля и для вас». А вы знали, что Ханука имеет к вам отношение? Кстати, единственное место в Библии, где упоминается Ханука, это Евангелие от Иоанна, 10 глава, 22 стих. Там Иисус пришел в храм, чтобы поклониться Господу во время так называемого праздника обновления. Обновление — это русский перевод слова «Ханука». В 167 году до нашей эры Израиль находился в плену прямо на своей земле. Их контролировали греки и ассирийцы. И однажды греко-ассирийские войска вошли в израильский город Мадин. Там был еврейский священник по имени Метафая. Он отказался принести жертву Зевсу. Боясь, что разгневанные солдаты убьют всех евреев, нашелся один человек, который согласился пойти на это, чтобы успокоить их. Когда этот человек согласился принести жертву языческому богу Зевсу, Метафая был в таком гневе, что достал свой меч и убил этого человека. Благодаря этому поступку все остальные евреи объединились в попытке дать отпор греко-ассирийцам, и они выгнали их из города Мадина. Так началась война, известная как «Война Маккавеев». Оно называется так, потому что сын Метафая, Иуда, возглавил восстание, вдохновившись поступком своего отца. Он был способен возглавить восстание. Ему дали прозвище «Иуда-молоток» или на иврите «Иуда-маккаби». Так это стало войной Маккавеев. Вдохновившись поступком своего отца, воин Иуда-маккавей или «Иуда-молоток» возглавил восстание, и иудеи смогли выгнать захватчиков со своей земли. Они вернули себе храм, который ранее осквернили солдаты. Когда Маккавеев вошли в храм в Иерусалиме, они снова посвятили его Господу. И поэтому мы называем этот праздник Ханука, или праздник обновления, который упоминается, как я уже сказал, в Евангелии от Иоанна. Это место находится в 10 главе, 22 стихе. Произошло это в то время, когда все книги Ветхого Завета уже были написаны, а Новый Завет еще не был написан. Это период, который называется Межзаветным периодом. И Ханука не упоминается Ветхым Заветом, потому что она произошла уже после того, как он был написан или канонизирован. А я хочу рассказать вам о значении «чудо» во время праздника обновления. Ханука — это чудо по двум причинам. Во-первых, когда евреи успешно выгнали греко-ассирийцев со своей земли, вернули себе храм и заново посвятили его Богу, они заметили, что святого кошерного масла для минора, которое осталось в храме. Хватало всего на один день. Но когда они зажгли это масло, оно горело не один день, а целых восемь. И как результат? На Хануку евреи зажигают минору, как те, что вы видите на праздниках. Они каждый год зажигают минору, а затем они ставят ее на окно. И таким образом они заявляют всему миру о чуде, которое совершил Бог. Новое посвящение храма произошло в 164 году до нашей эры. Война началась в 167 году. А храм был обновлен в 164 году до нашей эры. И каждый год, как символ того чуда, люди зажигают минору и ставят ее на окно, чтобы ее свет видели все, все, кто будет проходить или проезжать мимо. Итак, Ханука известно как «Время чудес». Вот сейчас как раз на ваших экранах это чудо творения Божьего. Потому что минора горела 8 дней, хотя должна была гореть всего один день. Именно поэтому это восьмисвечник. Также было чудо в том, что небольшая группа еврейских солдат смогла выгнать огромную греко-сирийскую армию. Но я хочу поговорить с вами о том, что Ханука — это всего один из многих примеров того, что Божие сверхъестественное помазание находится на еврейском народе и на всем Израиле. Многие из вас пишут мне, что хотя вы смотрите многие христианские программы, именно наша имеет что-то особенное. Этому есть простое объяснение. Павел сказал, когда ветвь хорошей, благородной маслины будет снова привита к дереву, то придет двойное благословение. Поэтому я призываю вас продолжать любить еврейский народ, молиться за них, благословлять их и поддерживать нашу миссию. Ханука — это праздник обновления. Это время, когда храм был обновлен и заново посвящен Богу. И в это время нам следует задуматься над тем, есть ли в нашей жизни сферы, которые нам следует обновить и заново посвятить Богу. А я хочу призывать вас к посвящению себя тому, чтобы достигать евреев Евангелия. Когда Иисус пришел на землю, то в первую очередь он пришел к еврейскому народу. Когда Павел приходил в какой-то город, то он сразу же шел в синагогу. Писание говорит, что Евангелие принадлежит в первую очередь евреям, а затем язычникам. Но некоторые из нас не принимают участие в достижении евреев Евангелия. Когда вы жертвуете свои финансы в это служение, вы можете быть уверены, что ваш дар идет на достижение еврейского народа. Давайте обновлять себя и посвящать себя Богу, а также достигать евреев. Ханука — это один из многих примеров, когда мы видим сверхъестественную руку Божию на еврейском народе. Послушайте, что сказал Давид Бен-Гурион, первый премьер-министр Израиля. Он сказал, «Еврей, не верящий в чудеса, нереалист». Иными словами, если посмотреть на историю страны, то вы увидите множество чудес. А если вы отрицаете чудеса, то вы нереалист, потому что чудеса настолько очевидны. А Марк Твен написал в 1899 году, «Египтяне, вавилоняне и персам поднимались, наполняя землю шумом и великолепием. Затем они увидали и исчезали. За ними появились греки и римляне, которые подняли много шума, а сейчас их нет. Евреи видели их всех и превзошли всех. Все смертно, кроме евреев. Все силы прошли, а они остались». В чем секрет его бессмертия? Уинстон Черчилль сказал, «Одни любят евреев, другие нет». Но ни один мыслящий человек не может поставить под сомнение тот факт, что они, вне всяких вопросов, являются самым удивительным и самым замечательным народом, который когда-либо жил на земле. Две тысячи лет евреи были за пределами своей родной земли. Они были рассеяны по всей земле, но чудесным образом в 48-м году Бог вернул их на их землю. Он вернул им их древний язык. И теперь они заполняют всю землю. Они получили больше нобелевских премий, чем представители любого другого народа земли. Послушайте, евреи сегодня составляют всего пятую часть 1% населения земли, но при этом они получили 22% всех нобелевских премий. Вклад, который они сделали в бизнес, образование, медицину, просто феноменален. Невероятное влияние евреев на весь мир можно объяснить лишь Божиим провидением и Божьей рукой на них. Потому что Бог сказал Авраам, «Твое семя будет благословлено». А затем Бог подтвердил эти слова Моисею, сказав при этом, «Я избрал этот народ из всех народов земли как особенных людей для меня». Когда Израиль стал государством в далеком 48-м году, их сразу же атаковали 6 арабских стран. Они значительно уступали по количеству всем тем армиям, которые выступили против них. Но каким-то чудом они сумели выстоять атаки Сирии, Ливана, Ирака и Египта, которые одновременно напали на эту страну. Далее в 1967 году Израиль снова был втянут в войну. Их окружили враги, значительно превосходящие их по количеству. Но в конце той войны евреи вернули себе Иерусалим, и каким-то образом их соседи потеряли 18 тысяч солдат, тогда как Израиль лишился лишь 700 человек. Как вы это объясните? Затем была война на Йом-Кипур в 1973 году. Египет и Сирия напали на Израиль на Йом-Кипур, на еврейский праздник. Евреи были в храме, как вдруг на них напали их арабские соседи. И снова евреи выжили. Как же Израиль выживал и процветал все эти годы? Бог сказал, «Я выбрал вас не потому, что вас много. Вы самый маленький народ. Но я выбрал вас, потому что я люблю вас. И я почитаю обещание, которое дал вашим предкам». Когда Авраам пошел, чтобы принести своего сына в жертву, Бог сказал ему удивительные слова. Многие народы хотели уничтожить их, но они выжили. Как же это объяснить? Это только Божие провидение. Итак, послушайте, что Бог сказал Аврааму. «Мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря. и овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался глазу моего». Итак, как мы можем объяснить то, что народ, составляющий всего одну пятую, одного процента населения земли, выживал все эти годы? Многие известные люди мира — евреи. Например, Альберт Эйнштейн, Билли Джоэл, Ларри Кинг, Кельвин Клайн, Леонард Немой. А вы знали, что 48% миллиардеров в Соединенных Штатах Америки — это тоже евреи? Подумайте, о достижениях и открытиях, сделанных евреями в науке и медицине. Например, местная анестезия, навокаин, пенициллин, аспирин, химиотерапия, лазерная хирургия, расшифровка генетического кода — все это было сделано евреями. А как насчет известных бизнесменов? Говард Шульц, сооснователь Starbucks, Ливай Страус, основатель корпорации, Ливай Строскан, Адольф Охс, бывший владелец Нью-Йорк Таймс, Стив Болмер, бывший директор Майкрософт, Ларри Пейдж, соучредитель Гугл, Марк Цукерберг, директор Фейсбук, Алан Гринспен, бывший председатель Федерального резерва. Все эти люди — евреи. На евреях есть сверхъестественная рука Божия. И все это благодаря тому, что сказано в Бытии 22 главе, когда Авраам послушался Господа. Бог сказал Авраам, «Я хочу, чтобы ты взял своего единственного и любимого сына и принес его мне в жертву». Авраам пошел на гору Мария, чтобы сделать это, и когда он уже собирался убить Исаака, в послушании Богу, Бог остановил его и сказал, «Теперь я знаю, что ты любишь меня и боишься меня. И за это в твоем семени благословятся все народы земли». На семени Авраама есть сверхъестественное благословение, а потомки Авраама — это израилитяне или еврейский народ. Затем этот завет был утвержден с Моисеем. Послушайте, что Бог сказал ему в книге Второзакония, седьмой главе, шестого по восьмой стих. «Ибо ты, народ святой, у Господа Бога твоего. Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле». Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов. Принял вас Господь «И избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов». Бог обещал Аврааму, что они заполнят землю, как звезды небесные и песок морской. Если мы посмотрим на влияние евреев на этот мир, то именно это мы и увидим. Затем Бог говорит, «Вы малочисленнее всех народов, но потому что любит вас Господь. И для того, чтобы сохранить клятву, которую Он клялся Отцам вашим, выявил вас Господь рукою крепкою и освободил тебя, Иисус, ваш Мессия, тоже еврей». Изучая Хануку, время, когда Бог сверхъестественно освободил свой народ в 167 году, хочу сказать, что это лишь одно из многих чудес Бога в жизни еврейского народа. Но как это касается вас сегодня, если вы не еврей, то какое отношение это имеет к вам? В бытии Господь сказал Аврааму, это 12 глава, 3 стих, «Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну». Я хочу донести до вас сегодня, что на еврейском народе есть сверхъестественное благословение. И когда вы относитесь к этому народу так же, как и Бог, вы любите, принимаете их, молитесь за них, а так же инвестируете в их спасение, благословение, которое есть на евреях, придет на вас. Библия говорит, когда мы принимаем пророка и почитаем его, то получаем награду пророка. А когда мы любим Израиль, Господь велел нам молиться за мир Иерусалима. А как в Иерусалим придет мир? Когда они примут князя мира, еврейского миссию. Поэтому, когда вы поддерживаете еврейские миссии, такие, как это служение, благословение, которое есть на еврейском народе, приходит на вас. Хочу разъяснить. Благословение Авраама уже на вас, если вы верите в Иисусу. Так сказано в послании к Галатам. Благословение Авраама уже на вас с тех пор, как вы поверили в Иисуса. Когда вы принимаете миссию Иисуса, вы принимаете духовное семя Авраама. А когда вы поддерживаете Божьи планы и цели для Израиля, то есть, когда вы боретесь за спасение евреев, когда вы любите евреев, молитесь за них и поддерживаете такие еврейские миссии, как это, то вы получаете дополнительное помазание. В послании к римлянам 11 главе сказано, если вы, как язычник, были благословлены, когда евреи отвергли Евангелие, поскольку евреи отвергли Евангелие, Павел был послан к язычникам. Вначале Павел пошел к евреям, но они не приняли его свидетельство, и тогда Бог решил послать его к язычникам. То есть, благодаря тому, что евреи не приняли Евангелие, Павел был послан к неевреям, и так вы получили благословение. И в послании к римлянам Павел говорит, «Дорогие язычники, если вы были благословлены, когда евреи отвергли Евангелие, то насколько больше вы будете благословлены, когда они его примут? Это будет как жизнь из мертвых для вас». То есть, к вам приходит благословение, когда евреи принимают Иисуса. Многие из вас очень любят нашу программу. Вы смотрите много христианских программ, но пишется мне, что в нашем служении есть что-то особенное. Этому есть простое объяснение. Павел сказал, «Когда ветка хорошей маслины будет снова привита к дереву, то придет двойное благословение. Поэтому я призываю вас продолжать любить еврейский народ, молиться за них, благословлять их и поддерживать такие миссии, как эта». И в завершении хочу еще раз сказать, что Ханука — это лишь один из многих примеров сверхъестественной руки Божьей на еврейском народе. Его рука все еще на этом народе, особенно в это последнее время. Бог сказал через пророка Захарию, что в последнее время 10 человек ухватятся за одежды еврея и скажут, «Мы хотим идти с тобой, потому что мы знаем, что Бог с тобою». «Я призываю вас молиться за мир Иерусалима и за евреев. Поддерживайте еврейские миссии, и вы увидите еще больше Божьего помазания в вашей жизни». Когда мы приходим в согласие с Божьим сердцем, Его планами, мы получаем Его помазание с небес. Божьи дары и призвания не приложены. То есть, если Бог дал их однажды, Он никогда не заберет их обратно. В послании к римлянам Павел говорит нам, что несмотря на временную слепоту еврейского народа, Бог все равно имеет для них особое призвание. И в последние дни мы увидим, как евреи массово будут приходить к Иисусу. И именно это, массовое обращение евреев, станет началом возвращения Иисуса. В Библии сказано, что когда евреи уверуют, Сиона придет Избавитель, и все увидят Его, Иисус вернется в мир, который Он создал, и установит на земле свое царство. Не забывайте, что Бог Израиля жив сегодня. Евреи все еще остаются Его народом. Давайте в это праздничное время будем усиленно молиться за спасение евреев. Хочу сказать вам спасибо за поддержку нашей программы и за вашу любовь и молитву. Я нуждаюсь в вас так же, как церковь нуждается во мне. Пусть Бог обильно благословит вас. Счастливой Хануки во имя Иисуса. Шалом вам! Возлюбленные, огромное спасибо за даяние для нашей передачи. Я обрадую вас. Ваше даяние Господу производит большие изменения. Вчера мне довелось проповедовать Евангелие в Мессианской Синагоге. Я укрепил общину, призвав ее членов стать смелыми свидетелями на Святой Земле. Через несколько дней я буду благовествовать пятистам евреям, которые пока не узнали Иисуса как Мессию. К тому же я веду эфир телепередачи благодаря вашей финансовой поддержке. Хочу воодушевить вас. Ваши денежные вложения в наше служение изменяют жизни людей. Дорогие мои во Христе, пожалуйста, продолжайте поддерживать наше служение. И Бог вознаградит вас за каждый пожертвованный доллар. С вами сегодня был Керт Шнайдер. Шалом вам! Как стать нашим партнерам? Отправьте пожертвования, необлагаемые налогом, на адрес который на экране. Пожертвовать онлайн можно, зайдя по ссылке нашего сайта. Пожертвовать через кредитку можно по телефону, который на экране. Или же отправьте смс на данный телефонный номер. В знак признательности мы отправим вам аудиопроповедь месяца и свежий вестник. Благодаря вашему дару Израиль и мир спасутся, исцелятся и получат освобождение через телевидение, интернет и массовые богослужения. Многие были верны Господу через свои даяния. Кто желает пожертвовать финансы и имущество служению еврейский Иисус, зайдите на наш сайт. Я на Масличной горе. Завершим передачу благословения. Бог сказал, чтобы мы благословляли им его народ. В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом его, и тогда он запечатлеет свое имя на них и благословит их. Я ва рехехе я ва ва ишмаре ха я эр я ве панабе леха ви ху не ха и са я ве панабе леха ве а сэм леха шалом леха шалом юх пусть бог отец Яхве бог Израиля благословит тебя и соблюдет пусть осветит тебя сиянием лика своего и явит милосердие пусть отец владыка твой возрит на Тебя светлым взором Своим, и пусть снова дарует мир любимому Чаду. Если Бог ответил вам или послужил через наше служение, отправьте нам свое свидетельство. Мы порадуемся вместе с вами. Мы побеждаем кровью Агнца и Словом Свидетельства. Молитесь также и о нас, чтобы Бог открыл нам дверь для Слова, возвещать тайну Мессии. Передача «Еврейский Иисус» служит Израилю и миру. Некоторые из вас чувствуют сейчас что-то необычное. Это Святой Дух. Если вы хотите отдать свою жизнь Богу и пригласить в нее Иисуса, то нажмите на моем сайте на ссылку «Обрести Иисуса». Примите Иисуса, и ваша жизнь станет новой.